всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка в этот раз связано с хабом который понадобится для нового ноутбука два в одном ноутбуки планшет в данном случае необходим вот хаб для того чтобы подключать во-первых внешние мониторы плюс дополнительно подключать сеть до 1000 мегабайт в секунду то есть это 1 гигабитную сеть здесь используется внешние мониторы можно использовать это как подключение rga и hdmi плюс здесь есть еще картридеры как обычной sd карточки так и тфт карточки от смартфона здесь можно подключать наушники только наушники микрофон здесь не работает здесь есть быстрая зарядка но и предоставляет все это вот компания угли наставлялась это все из российской федерации где-то пять шесть дней причем помощи казани эспресс как видим упаковка в нормальном состоянии отличие от почты россии возвращая часть потраченных денег с кэшбэк сервисом лети шопс установи расширение для браузера чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клип лети шопс давайте смотреть что находится внутри вот такая упаковка он здесь представлены основные моменты что этот хаб может именно модель sm179 во первых здесь есть usb-c подключение к источнику к ноутбуку и есть usb-c для быстрой зарядки до 100 ватт дальше здесь есть 3 usb 3.0 1 hdmi порт vga порт и rj45 до 1 мегабит в секунду есть слот для tft карты sd карты 3.5 аудио порт только наушники можно подключать по usb и 3.0 у нас переносится до 5 гбит в секунду но и поддерживается usb 2.0 и 1.1 hdmi порт это до 4к 30 герц vga порт до full hd 1920 на 1080 60 герц если вы используете оба то берет по наименьшему два монитора у вас будет 1020 на 1080 60 герц то есть full hd sd и tft карты у вас работают sd 3.0 до 104 мегабайт в секунду ну и работаю с различными системами windows 10 11 8 xp и так далее mac ось и android вариант если у вас поддерживается смартфоны и планшеты давайте смотреть что находится внутри больше тут ничего нету внутри у нас находится как обычно бумажки сейчас мы туда все засудим обратно есть языки разные но русского увы нету только есть вот комиксы для того чтобы посмотреть что с ними можно делать что подключать часть оборудования здесь уже висит а мониторчики ну и чуть-чуть попозже подготовим давайте это все спрячем чтобы нам не мешало созерцать очередное утворение угрин и угрин как некоторые просят говорить но вы меня поняли поэтому как хочу так и озвучиваю вот такая вот у нас упаковочка угрин и вот что из себя представляет хаб сверху у нас компания угрин здесь у нас подключение usb-c а кстати почему у меня здесь нету ноутбука msi мисай может только при подключении этого хаба воспринять только во первых tf и sd карточку и только usb разъема но еще и аудио разъем и rj разъем вот этот вот hdmi и vj он не воспринимает потому что там usb-c только на перенос данных то есть там usb 3.0 ген 1 но вот этот вот позволяет в одном из подключать и внешние мониторы что мы сейчас и посмотрим все достаточно добротно и хорошо сделано здесь tft карты и usb а тут подключение питания давайте включим так я напоминаю что здесь вот этот разъем он только для зарядки и для переноса данных вот этот может как переносить данные так и выводить на внешнее изображение так сейчас вот так вот подключились давайте посмотрим сначала вариант подключения верхнем только для переноса данных чего это сделал для того чтобы давайте посмотрим что у нас в результате высветилось а высветились у нас вот видите картридер если я сейчас подключу да так то у нас отображается картридер давайте я извлеку извлек и давайте второй вариант посмотрим на тфт карту здесь вот и тфт еще можно вставлять с другой стороны опять мы видим то же самое потому что мы применяли адаптер тоже у нас отображается соответствующее значение тфт карты вот я ее убрал так и еще один момент меня интересует а именно есть у нас кабель питания подключаем сюда потому что это питание и включаем кабель да пошло так я не знаю видите не видите здесь у нас пошла он зарядка зарядка 88 процентов все это дело у нас воспринимается еще давайте один момент попробуем попробуем подключить в этом варианте мышку так вот у нас юсби достаточно туго все входит потому что все новое и нам нужно включить мышку мышка кстати была на моем канале и вот мышка работает никаких проблем в первый разъем вставляется у нас из бисе имеется виду этого ноутбука для подключения соответствующих элементов то есть для переноса данных скорее всего джей будет работать и так далее все у нас здесь функционирует и давайте проверим второй момент а именно мы сейчас извлечем картридер и поставим сюда как видите в этом разъеме нам нельзя подзаряжать нам можно подзаряжать только в первом разъеме у нас зарядка не передается поэтому давайте включим первый разъем чтобы нам подзаряжалась видели то есть подзарядку можно осуществлять и перенос данных когда у вас этот хаб находится в первом разъеме для данного ноутбука чуи мини букс x только в этом варианте у нас все функционирует и давайте проверим как у нас функционирует соответственно разъемы следующие это имеется ввиду hdmi и бга или видео и кому как нравится это называть для это я сейчас подготовлю некоторую обстановочку и вернемся быстренько обратно итак приступаем вот у нас стоят два монитора сначала давайте подключим эти два монитора посмотрим какое выдает у нас разрешение сейчас у нас основной дисплей это непосредственно ноутбука он же планшет 2 в 1 1920 на 1020 и часто обновление у нас 50 герц и изменить нельзя то есть только 50 герцовой таки давайте подключать левый у нас hdmi а правый у нас vga кабель итак сейчас давайте посмотрим как у нас подключилась дисплея у нас идет дублирование то есть вы видите курсор на трех дисплеях все у нас повторяется так есть вариант когда показывать только 1 второй и расширить давайте посмотрим что за расширение как-то не странно действует с расширением то есть у нас формат стал нормальный full hd кстати два монитора full hd сейчас кадра в секунду максимум изменения возвращаемся обратно если только дублировать здесь у нас который слева область чуть уменьшается но монитор то постарее который слева сейчас у вас находится да и давайте посмотрим что у нас дает частоты соответствует ли частоты нашим заявленным угарим о том что на двух дисплеях будет full hd и 60 герц вот мы берем дисплей 2 так и так и есть full hd и 60 герц можно установить и все внутреннем дисплее который сейчас вот перед глазами 1920 на 1200 вот так вот и давайте сейчас попробуем только один дисплей берем левый и принцип то есть вот у нас нашел открываем дисплей сейчас у нас дублирование подменить дублирование идет повтор на двух экранах расширить можем работать и на втором дисплее видим на и можем работать на ноутбучном дисплее что он позволяет сделать этот хаб еще один вариант там кстати давайте посмотрим здесь тоже будет full hd потому что так заявлено 50 герц на внутреннем дисплее и на внешнем дисплее у нас 59 93 ну 60 герц осуществляется принцип функционирует и давайте сейчас проверим тогда как у нас функционирует дисплей 4k 30 кадров в секунду через hdmi я вам продемонстрировал хаб у green usbc функциональный адаптер который позволяет подключать к совместимым устройством через разъемы usb и различную периферию также подключать мониторы через hdmi и мега разъема также позволяет подзаряжать ваш ноутбук и также осуществляет чтение карт памяти это sd карту тфт карту но и также можете если у вас нету проводного подключения подключать по проводу через rj45 тем самым увеличивая скорость 101 гигабита в секунду так перенос данных осуществляется до 5 гигабит в секунду каждый делать свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию выбор только за вами всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок и распаковок до следующего видео и до свидания а